Под этой восточной вывеской на самом деле зал игровых автоматов. Но работники так называемой чайханы, скорее всего, плохо понимают по-русски. На просьбу открыть дверь реакция нулевая. Открываем полицию! Будьте добры, дверь откройте полицию! Словами тут не поможешь. Оперативники решают пустить в ход более веские аргументы. Уже за дверью чайханы становится понятно. Не одним чаем баловались работники заведения. Про владельца этого подпольного клуба пока ничего не известно. А в Новокузнецке оперативники на аналогичном задании нашли хозяйку сразу. Всем руководила 25-летняя жительница города. Сотрудники полиции выяснили, что оба заведения осуществляли свою деятельность в подпольном режиме. Помещения были оборудованы видеокамерами. Попасть внутрь можно было только по звонку администратору. В результате проверок полицейские изъяли из незаконных угорных заведений 30 игровых автоматов. Возбуждено административное производство по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Штраф до миллиона рублей. Конфискация оборудования – это максимальное наказание организаторам таких заведений. С начала года в Кузбассе закрыто 6 подпольных казино и 106 игровых клубов. Изъято почти полторы тысячи суконных столов, автоматов, терминалов и рулеток. Иван Тельтевский, Остап Григориян с новости моего города.